О балансе между эмоциональностью и рациональностью. Потому что когда происходят подобные события, подобные потрясения, то у нас, в общем-то, есть две базовых потребности, которые сталкиваются друг с другом. Одна из них — это те эмоции, которые нас захлёстывают и переполняют. И ужасы, и сострадания, и сочувствия, и гнев. И поверьте мне, что внутри Израиля все те же эмоции, они, может быть, даже ещё сильнее работают, чем за его пределами. У тех, кто немножко смотрит на это из диаспоры, из-за границы. С другой стороны, есть огромная потребность, которую человек испытывает, чтобы то, что я делаю, было полезным, было осмысленным. Да, очень многие люди отмечают, что вот есть такое эмоциональное сгорание от переживания происходящего, которое приводит к ощущениям бессилия или гнев, который некуда выплеснуть, или сочувствие, которое парализует. Вот очень важная история о том, как эти ресурсы использовать, да, то есть как не превратиться в сухого, в чёрствого человека, у которого нет эмпатии, который не переживает за происходящее. Но с другой стороны, в общем, не быть просто ещё одним таким клубком нервов, который взрывается, изливается слезами, гневом в личном, в общественном пространстве, в семье. Кстати, одно из главных полей боя у тех, кто не находится сейчас на реальных полях боя, это семья. Это то, как наши дети запомнят эти события, то, как мы себя вели при них, как они запомнят и эмоционально перенесут эту войну, какие ценности, какие, в общем-то, месседжи они отсюда вынесут. Я вот уже несколько раз приходилось за эти две недели проводить какие-то такие беседы онлайн, где я как раз пытался немножко построить систему координат. Во-первых, для того, чтобы как-то рационально держать под контролем происходящее, нам надо отвечать себе на вопрос, а что же произошло. И давайте попробуем тоже пройти несколько пунктов. С одной стороны, вот что произошло, какое место занимает произошедшее в еврейской истории, в истории современного Израиля. Чем это можно сравнить? Я не буду здесь заниматься набрасыванием информации. Каждый, кто захочет поискать и покопаться, сможет это, я думаю, сделать. Это здесь не место и не тот формат. Но надо несколько акцентов расставить, несколько моментов подчеркнуть. Во-первых, в Израиле мы проснулись в новом Израиле. То есть произошло что-то принципиально новое, чего никогда не происходило раньше. Эту войну, ее не с чем сравнить. Ее неправильно сравнивать с войной за независимость, ее неправильно сравнивать с войной шестидневной или войной судного дня. У нас нет ожиданий, в каком-то смысле, что в результате этой войны родится на свет новое государство Израиль. Или у нас нет чувства, что... Я, наверное, возьму на себя смелость сказать, что у нас сейчас нет чувства, что идет война за факт существования этого государства. Хотя на самом деле, может быть, это действительно то, что стоит на кону. Сейчас я этот момент попробую чуть-чуть пояснить. В чем же, что нового произошло? Чем отличается террористическая атака 7 октября 2023 года от бесконечного количества атак на Израиль, которые сопровождают его даже не от момента провозглашения независимости, но от начала до становления национального движения. Как известно, первый погибший, который официально отмечается в День памяти, как погибший в войнах Израиля, это Раф Цореф, Равин из Старого Ишува, который жил в Иерусалиме и был убит бандитами на национальной почве в 1840-е годы. То есть событие за 100 лет до рождения государства Израиля. То, что сейчас новое произошло, это, во-первых, масштаб нападения на мирных жителей. Для сравнения, в Израиле самая страшная война после войны за независимость, принято считать войну Судного дня. Все заметили, и это, конечно, не случайность, что нападение Хамас совершил ровно в годовщину 50-ю войны Йом-Кипура, войны Дня Искупления. Не очень корректно называть ее войной Судного дня, хотя так часто говорят по-русски, потому что Судный день — это Рошешена, это война Мельхамед Йом-Кипурим, война Йом-Кипура. То есть больше тысячи мирных жителей, которые погибли в результате действий террористов. То, каким образом это было произведено, та жестокость, та циничность, холодная циничность, с которой это было сделано. Количество похищенных, количество взятых заложников — более 200. Такого тоже. Это большой самолет. То есть такого количества заложников, да еще из разных совершенно, из разных социальных слоев, из географических регионов, никогда не было в истории Израиля. Ведь в заложники захвачены далеко не только люди, которые жили в кибуцах и поселениях вокруг Азы. Это также военнослужащие и полицейские, которых застали врасплох. И это также многочисленные посетители фестиваля электронной музыки, который проходил в ночь с 6 на 7 октября, очень близко к границе Газы. То есть мы проснулись в новом Израиле, в Израиле, которого не было раньше. И, соответственно, ответ, который пытается дать Израиль на это событие, это ответ, которого не было раньше. Если раньше на каждую террористическую атаку Израиль отвечал, есть такое понятие на иврите арта, да, успокоить, усмирить, подавить. То есть Израиль отвечал подавлением, в основном с помощью авиации. Израильтяне после 2005-2006 года крайне не любят ходить, водить наземные силы в сектор Газы, прежде всего потому, что это всегда берет цену в виде человеческих жизней, солдат и наших военных. И всегда, когда можно было решать какие-то задачи через авиацию, через военно-морские силы, через радиоэлектронную борьбу, предпочитали этот путь. Сейчас масштаб атаки на нас, он, видимо, не оставляет выбора. То есть мы не можем просто подавить какое-то количество террористических целей. Цель, которую объявил Израиль, это покончить с властью Хамаза в Газе. Покончить с властью Хамаза в Газе, это значит физически уничтожить руководство этой организации, которая превратила ее в республику террора, которая, напомню, что Хамаз это не просто террористическая группа, это правительство, в котором срослась военная террористическая группировка с политическим крылом, и которая управляет сектором Газы уже 15 лет. Это вот отчасти ответ из области Асбары, от Бокаси защиты того, как изображается Израиль в средствах массовой информации за рубежом. Об этом мы через две минуты тоже поговорим. И очень часто сравнивают действительно эту войну с войной Йом-Кипура, потому что как тогда, в 1973, так и в 2023 Израиль не был готов к нападению. Это ни для кого не секрет. Сейчас в Израиле есть консенсус о том, что не время искать виноватых. То есть это не означает, что ответственные никак не ответят, но это означает, что не сейчас. Да, есть абсолютное согласие и единство в том, что мы сейчас не сводим счеты ни с политиками, ни с военными, ни с разведкой, ни со службой национальной безопасности Шабак. Эти все вопросы, они записаны, они сформулированы и отложены на полку, на которую мы полезем, когда война закончится. Сейчас Израиль занят войной, и поэтому любая попытка, это я уже как бы тоже обращаюсь ко всей аудитории, не просто объясняю, что происходит в Израиле, но и призываю, в общем, тоже к соответственным действиям. Любая попытка искать виноватых сейчас причиняет вред. Любые публикации и перепосты этих публикаций о том, как же так, да, вот как же так, почему силы наблюдения за границей не увидели, что граница прорвана, почему заняло столько-то часов отреагировать и привести серьезные подразделения армейские в те поселения, кибуцы, мошавы, которые были атакованы. Все вопросы хорошие, да, они все сейчас причиняют, наносят вред, наносят вред, наносят ущерб. И в Израиле сейчас в средствах массовой информации, вот опять же, говоря о балансе между рациональностью и эмоциональностью, неравнодушием, есть очень большая дилемма, например, поднимать ли в эфир родственников, погибших, потерпевших, похищенных в качестве заложников, людей, которые пережили этот день в поселениях вокруг газы. С одной стороны, конечно, да, эти люди заслужили того, чтобы им дали микрофон. И их боль, это настоящая боль, которую не сравнить с чувствами никого другого всей этой ситуации. С другой стороны, очень многие из них до сих пор находятся в состоянии шока. Если вы видели интервью по израильскому радио или по израильским телеканалам, или даже по тем, там, девятый канал, который вещает на русском языке, или лучшее радио, там, где поднимают в эфир людей, которые сами стали участниками этих событий, в качестве, особенно в качестве вот потерпевших или родственников погибших, да, люди находятся в глубочайшей травме. Это абсолютно естественно. Дилемма, которая из этого следует, это, когда мы делимся этой травмой в эфире со всей нацией, делает это нас, со всем народом, да, нация икраинская, народ еврейский во всем мире, делает ли это нас в эту минуту сильнее или слабее, как любой спор во имя небес, да, элу-вэлу девраилу ким хаим, это и другое слова Всевышнего. С одной стороны, с одной стороны, это важнейшая вещь делиться болью, с другой стороны, важнейшая вещь это сохранять силу духа в ситуации, когда мы находимся в условиях войны. еще один момент, который я хотел сказать, что в Израиле состояние войны это не когда армия, может быть, из-за границы это чувствуется, но не знаю, в какой степени, я все-таки смотрю на эти вещи отсюда, состояние войны это не когда армия воюет и родственники военных переживают, это что-то, что касается каждого человека, да, то есть для кого-то состояние войны выражается в том, чтобы готовить еду женщинам, которые остались дома одни, потому что их мужья, резервисты еще в субботу, 7 октября, ушли в армию и до сих пор не возвращались. Для кого-то состояние войны это сдавать донорскую кровь, для кого-то состояние войны это собирать оборудование, которого не хватает в эти дни армии обороны Израиля и находить каналы, по которым это оборудование попадает к солдатам, офицерам на передовую. Да, ведь здесь очень важная история в волонтерстве это логистика волонтерства. Не просто желать сделать что-то хорошее, но знать, как сделать что-то хорошее. Для того, чтобы пожертвовать деньги армии обороны Израиля, надо знать, как из-за границы можно вообще той или иной некоммерческой организации перевести деньги. Например, у нас есть бесконечный очень большой поток переживающих людей из Северной Америки, которые не знают никаких опций, кроме PayPal для перевода денег в Израиль. И просто целые волонтерские группы занимаются тем, чтобы распространять среди желающих помочь информацию обо всех каналах, о том, что такое Swift-перевод, что можно зайти в свой электронный банк и сделать перевод со счета на счет. Не обязательно для этого пользоваться PayPal, потому что переводы PayPal попадают на долгие недели под проверки PayPal, если это какие-то новые счета или если это большие суммы, которые непонятно откуда приходят. Казалось бы, такая меркантильная, очень практическая точка, но логистика волонтерства это очень важно. Например, в первые дни, когда прозвучал призыв срочно сдавать кровь, были такие очереди на сдачу донорской крови, что в общем пункты приема крови не справлялись с этим. И люди подумали, а, ну, наверное, есть слишком много доноров, и в общем-то эта волна схлынула, и вот несколько дней назад Маген Давид Адом, израильская скорая помощь, опять стала обращаться с призывами к гражданам пополнить банки крови. Понятно, что есть система, где эту донорскую кровь принимают, определенные приоритеты, какую кровь. Но, опять же, люди, которые бросились в первые дни, увидели огромные очереди, и они после этого думают, что уже не нужно, а на самом деле еще нужно. Например, колоссальная логистика, которая нужна для того, чтобы армейские части получали то оборудование, которое для них собирают. И очень важно также понимать, что мы можем передавать, и что мы не можем передавать. Например, нельзя передавать в армию гражданскую теплую одежду, потому что вам написали, что солдаты на фронте мерзнут, потому что по ночам уже могут и заморозки быть где-нибудь в Галилее. Нельзя просто гражданский пуховик надевать, когда ты находишься в армии. и что такое, какое медицинское оборудование подходит для передачи, а какое не подходит. В общем, волонтерство это целая наука, и для того, чтобы быть полезным, надо немножко тоже потратить время, силы, разбираться. Очень часто важно не реагировать на информацию мгновенно, перед тем, как делать перепосты, перед тем, как делиться информацией. В Израиле есть такое правило, которое называется АТА. АТА это на иврите это сейчас, Айн Тав Гей. И это означает Ацор, остановись, Тахшов, подумай, Гевир. И только после этого передавай. Остановись, подумай, не навредишь ли ты той информации, которую ты передаешь, не будешь ли ты тем самым способствовать панике или каким-то нежелательным явлением, подумай, чем ты можешь быть полезен и как это правильно сделать, и после этого передай эту информацию в то место, куда ее правильно передать, тем месседжем, с тем сопровождающим текстом, с которым это стоит сделать. И очень интересно, да, просто обратите внимание на то, что когда начинается война, в Израиле происходит обратный процесс по сути, да, обычно когда в стране война, люди стараются покинуть страну и быть вместе безопасным. В Израиле главная проблема сейчас это не как вылететь из Израиля, а как влететь в Израиль. То есть десятки тысяч, десятки тысяч людей, которые, которые ищут способ вернуться, которые находились за границей, которые призываются в армию и готовы, и готовы встать в строй. И последние два маленьких вопроса, буквально по 30 секунд на каждый, которых я хочу коснуться. Во-первых, один из ключевых вопросов, касающихся евреев диаспоры, это вопрос Азбары, это вопрос того, как позиция Израиля объясняется в мире. Для нас не ново, каждый раз, после того, как начинаются военные действия против террористов, составляются мирные жертвы среди палестинского, арабского населения, включая в секторе Газы. Мы несколько дней назад были свидетелями такого взорвавшегося информационного пузыря, когда дезинформацию прообстил больницы, ее сначала сутки распространяли против Израиля, потом оказалось, что это дезинформация, и новостные агентства пытались как-то выкручиваться. И вот тут действительно евреи диаспоры, которые пишут на разных языках, они, наш спецназ, очень важно писать на разных языках, очень важно, чтобы писали люди в тех странах, где происходят атаки на Израиль. Я думаю, что ключевые две точки Азбары, первая точка это то, что очень трудно говорить, вы воюете с Хамасом, но не трогаете жителей Газы, потому что Хамас это неотъемлемая кровь и плоть сектора Газа, это его правительство, которое так или иначе было избрано и управляет этим анклавом уже много-много лет. И вторая точка это вопрос пропорциональность ответа, абсурдная точка, потому что, как сказал один журналист, отвечая BBC, когда его атаковали в прямом эфире, он сказал, что неужели вы ожидаете, что израильтяне найдут музыкальный фестиваль в секторе Аза, похитят там ровно столько же людей, сколько похитил Хамас, убьют, изнасилуются, жгут жигьем столько же, извините, детей, стариков и женщин, как это сделал Хамас, и тогда ответ будет принят пропорционально. Да, то есть мне кажется, что главный месседж, с которым мы выходим в общественное пространство, в социальные сети, в благосферу, это то, что ни одна нормальная страна, защищающая своих граждан, не позволила бы подобную атаку на мирное население, и что тот, на кого сейчас идет ответ, это и есть тот, кто атаковал, кроме боевиков Хамаса на территорию Израиля, проникли сотни мародеров, которые пришли из сектора Газы, а толпы в Рамале и в самой Газе, они радостно размахивали флагами и разбрасывали конфеты, когда получили сообщение о том, сколько израильтян удалось похитить и убить. главная сила, которая проявляется в еврейском народе в такие моменты, это сила единства. Три недели назад казалось, что общество расколото, что есть страшные линии раскола между демократией и диктатурой, пониманием того, что такое демократия и еврейство. Сейчас, три недели спустя, все эти вопросы кажутся абсолютно вторичными, люди в Израиле абсолютно едины, и мы очень надеемся, что также еврейство Израиля и еврейство Диаспоры тоже, в общем-то, будут в таком же состоянии единства перед лицом нашего национального испытания, и что мы это испытание с честью, с достоинством пройдем и победим. Спасибо огромное за внимание, если есть какие-то вопросы, буду рад их коснуться, ответить, если организаторы видят такую возможность. Илья Эзер, большое спасибо за кристально четкий месседж, который ты помог всем сформулировать и за посыл единства. Это действительно является нашей общей целью сейчас, и я призываю всех тех, кто с нами, поддерживать дух единства среди ваших общин и друг с другом. А теперь я передам микрофон Шуламид, федагогу поезда к моменту для душевной поддержки всех тех, кто находится сегодня с нами. Здравствуйте, дорогие. Я одно могу сказать, что я думала про вас. При всем том, что мы заняты тем, что происходит в Израиле, но как никогда я чувствовала, что я живу не только в Израиле духовно, душевно, что передо мной мелькали ваши лица, ваши улыбки, вещи, которые мне в свое время говорили о своих общинах, о своих заботах. И поверьте, мы очень-очень думаем о вас. Я сегодня принесла вам маленький мидраж Двар Тора. Что-то, что соединяет и мудрость Торы, и ту психологическую мудрость, которую сейчас наше общество очень-очень мощно вырабатывает. И наверх пошли действительно люди, к микрофону приходят люди, которым есть что сказать о душевном здоровье и о том, как строить внутреннюю силу. Итак, только вчера в шаббат мы читали, еврейский народ читал Парашат Ноах, недельную главу Ноах. Прекрасно мы все знаем Ковчег, мы знаем всю эту историю. Никто не может отвернуться от того, что то, что мы сейчас слышим, что происходит в недельных главах, очень сильно соединяется с тем, что происходит у нас сейчас в еврейском народе. наша трагедия началась в праздник Симхат Тора, когда заканчивали чтение Торы. Первая неделя войны прошла под знаком Берешит и действительно то, что сказал Элиезер, мы проснулись в новом Израиле, в новом мире, действительно создавало ощущение вот этого Берешит начала и сейчас мы с вами в Парашат Ноах, в недельной главе Ноах и тут в соответствии тоже просто лезут на наши глаза. Вы, многие из вас слышали, что одна из строчек в главе Ноах говорит и переполнилась земля грабежом и насилием на иврите это слово Хамас. Это совпадение, Хамас не назвался Хамасом, исходя из ивритского слова и тем не менее это созвучие очень сильно наполнилось земля Хамасом. Это то, с чем мы сейчас живем. Название операции на арабском языке соответствует слову мабуль, слову потоп. То есть на арабском языке эта операция с их точки зрения называется потоп элякса. То есть мы должны взять из этого совпадения то, что может помочь нам. Итак, ковчег. В чем разница между ковчегом и попыткой убежать от реальности? Я уже поговорила с некоторыми руководителями общин в диаспоре. Многие из них говорили о том, что начинает появляться вот это ощущение сбежать в какой-то батискав, снова отдалиться от всех еврейских знаков, которые связывают нас исчезнуть. Исчезнуть, пережить как-то это время это не идея ковчега. Идея ковчега заключается в том, что мы создаем внутренний ковчег, внутреннюю крепость духа не для того, чтобы убежать от реальности, а для того, чтобы, как сказал нам Элиезер, она нас не затопила, потому что мы, наши силы нужны сейчас и нужны потом, после войны, когда нам всем нужно будет отстраивать эту жизнь. Итак, наш ковчег для того, чтобы мы сохранили силы, для того, чтобы мы смогли пройти через этот потоп неизвестность, суть потопа все перепутать, сделать неизвестным, а мы с вами отправляемся в нашем ковчеге искать внутренние силы. В первые дни войны в Израиле был очень популярный и появился такой маленький визуальный ресурс, просто очень простой, созданный израильскими психологами, переведенный на разные языки, очень простой такой вот кружочек, что находится под нашим контролем, это внутри кружочка, и что находится не под нашим контролем. Итак, я пытаюсь соединить идею о ковчеге и идею этого замечательного полезного кружочка. Итак, что на сегодня находится не под нашим контролем. Введение военных действий, количество пострадавших, сроки окончания войны, решение правительства, это все те вещи, которые, если мы слишком сильно в них упираемся и живем только в них, мы находимся в этом потопе, потому что здесь у нас нет с вами контроля. Дальше, к сожалению, никто из нас не может контролировать само возникновение страшных, тяжелых чувств. Возникновение. Потом мы будем говорить о том, как с ними работать. Но то, что они есть у нас и у наших окружающих, это данность. Это, к сожалению, нормальная реакция на тяжелую, ненормальную ситуацию. Поэтому это тоже нужно в себе принять. Сейчас не время супергероев, которые ни на минуту не дрогнут. Наши супергерои расстраиваются, страдают, но они собираются и идут дальше. То есть сам факт появления тяжелейших эмоций и у нас, и у окружающих не под нашим влиянием. И, конечно, вы можете добавить что-то, что правильно для вас. Вы живете в уникальной ситуации и вы можете в чате добавить потом посидеть, подумать и добавить те строчки, которые скажут, о чем вы конкретно в этой ситуации, на что вы не можете повлиять. И, тем не менее, внутри нашего ковчега есть область, которая таки да под нашим контролем. Я отправляюсь к очень известному медрашу, красивому медрашу, который цитирует Раши как раз к нашей недельной главе, который говорит о том, что внутренность ковчега Ноаха была очень-очень четко организована. Посмотрите, мабуль, потоп, слово мабуль на иврите играет со словами ливальбель, путать, да, все перепутано, все силы как бы вышли из-под контроля. Что делает Ноах внутри ковчега? Он все очень правильно организовывает, очень четко структурирует. Итак, медраж говорит нам, что в нижней части ковчега находился мусор и запасы еды тоже. В средней, на втором этаже животные. Животные, вот эта жизнь, как она есть, вот с этими зверями, животными, которые требуют кушать, которые дышат, которые пьют. И на верхнем этаже ковчега жили люди. Сейчас мы попробуем найти три важнейшие точки опоры, которые могут нам с вами помочь выжить в этой ситуации, сохранить душевное здоровье, укрепить вот эту силу духа и помочь в этом окружающим нашим семьям и нашим общинам, потому что все, кто находится здесь, вы все потенциальные лидеры, все несете то, что вы услышите здесь, дальше в ваши общины. Итак, мусор, вот этот тяжелый мусор, который, прошу прощения, закрылось видео, все, обратно, вот этот тяжелый осадок, который присутствует у нас с вами, эти тяжелейшие чувства, которые поднимаются. И тут для того, чтобы мы находились внутри зоны нашей ответственности, но зоны нашего контроля, мы опять же понимаем, возникновение этих чувств не под нашим контролем, они есть и они естественны, это живая сила нашего организма, нашей души сопротивляться насилию, чувствовать ужас, чувствовать страх. И тем не менее, внутри нашего ковчега есть способы, как работать с этими чувствами, и это прежде всего я сама. Мы можем эти чувства проговаривать, мы можем об этих чувствах писать. Очень многие люди сейчас в Израиле ведут свой собственный дневник войны. Кто-то его выставляет, и это люди, которым важно получать какие-то ответы, но от окружающих реакций есть люди, которые просто прописывают это для самих себя, что их поразило, что они подумали, что помогло им выйти из зоны потопа и зайти внутрь в зону собственного контроля над тем, над чем можно делать контроль. Это может быть возможность с кем-то поговорить, об этом мы еще будем говорить и на более верхних этажах, это может быть возможность, которая может кому-то показаться, как же так, война, разве можно слушать музыку, разве можно сейчас брать, рисовать, разве можно идти гулять, ведь война, надо сидеть там, я не знаю, что страдать. Нет, это, если это то, что помогает вам держаться, музыка, рисование, выход на прогулку, это то, что нужно делать, потому что мы должны работать с этим нижним этажом этого негативного, тяжелого, душевного, душевных вот этих переживаний. И только тогда, когда я, как мама, как лидер общины, могу это делать самой собой, только из этой точки я могу пригласить к этому детей, рисовать вместе с ними, обсуждать вместе с ними, они увидят, что я мама, которая принимает наличие этих чувств, которая играет в игру, что нет, 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 мы ничего не боимся, все на самом деле хорошо. Это мама, которая принимает эти чувства и может про них говорить и как-то их выражать. И, безусловно, если вот для того, чтобы вам справиться с этими негативными чувствами, вам нужно встретиться как с сестром моментума, пусть это будет для вас точка опоры в любой форме, как вы можете, чем больше вы будете общаться, чем больше вы будете прорабатывать вот эти все тяжелые эмоции, тем вам легче будет подниматься на следующий уровень. Итак, мы помним с вами, что нижний этаж мусор, верхний этаж, ну, здесь, конечно, чувство, это не мусор, но это, вы поняли меня, о чем я сейчас говорю, это тяжелое вот это вот содержание. Второй этаж, животные. Животные, на самом деле, еврейской традиции, это, им дается свое место, это место вот этой вот живой жизни. Здесь, на этом этаже, я прежде всего проверяю себя, как я, как мама, как ответственная за других, но прежде всего ответственная за саму себя, как я поддерживаю здоровую рутину. Я сплю, я ем, я двигаюсь достаточно, чтобы чувствовать себя в силе, я контролирую время, проведенное за экранами, это ужасно-ужасно важно, и качество информации, и время. Ни в коем случае нельзя сейчас входить в режим, когда все, что происходит со мной, это то, что я смотрю на тех или других экранах, это как бы дает ощущение движения жизни. Нет, движение жизни там, где мы что-то делаем. Да, мы хотим слушать новости, да, мы хотим быть в курсе, но это должно быть очень-очень отмерено и структурировано в нашей жизни, и мы проверяем, что все остальные жизненные функции налажены. И после этого мы можем посмотреть, где мои дети, создала ли я для них вот эту вот рутину. Дети, например, сейчас одна мама вчера со мной поделилась, они все к ней пристают и говорят, мама, а когда кончится война? Это очень-очень естественный вопрос для ребенка, потому что мама же знает все, мама знает, когда идти в кружок, мама знает, когда будут каникулы, значит, мама должна знать, когда кончится война. И здесь мы, к сожалению, отсылаем детей вот к этой зоне потока, потопа, где мы говорим, мы не знаем, когда точно кончится война, но мы можем распределить сегодняшний день, мы можем посмотреть, как и чем мы занимаемся. Это очень-очень важно. И после вот этого второго этажа, где налаживается, мы следим за тем, чтобы шла нормальная рутина, есть вот этот этаж человеческий, этаж сострадания, этаж активной помощи. как я помогаю другим. Для очень-очень многих из нас именно возможность помочь другому человеку это то, что возвращает нам ощущение человечности, потому что очень часто в этой ситуации мы можем его потерять. У нас есть ощущение, что вау, мы ничего не можем сделать, это полное бессилие. Нет, можем. И к тому, что говорит Элеезер о том, насколько трудно иногда помочь глобально, нам бы всем страшно, ужасно просто хотелось изобрести какой-нибудь и купить на любые деньги какой-нибудь огромный жилет, который сразу всех защитит. Нет, такого решения нет. Но мы можем посмотреть, а кто тут вокруг нас, а где у нас те, кто нуждается в нашей помощи сейчас, пусть не на таких глобальных уровнях, мы переходим на такую вот как бы на резолюцию сегодняшней современной жизни, кто находится рядом с нами и нуждается в нашей помощи. Страхи, они нас все время обуревают, и все это нас тянет в разные стороны потопа. Есть вещи, которые мы с вами пытались говорить, как мы можем перерабатывать страхи и ужасы в молитву. То есть вырабатывать вот это вот, вот эти вот слова, искать эти слова среди готовых молитв, которых сейчас очень-очень много, найдите то, что вам нравится. В нашем ресурсе, который мы предлагаем, тоже есть ссылки на псалмы, на молитвы. Я, честно говоря, сейчас не могу вести какие-то очень долгие молитвы, но что-то короткое, что-то ясное, это то, что да, делает мое сердце открытым, тому, чтобы не ограничивать себя вот в клубке нервов и страха, а подниматься наверх. И опять же мы говорим о том, что на этом человеческом уровне мы возвращаемся к мысли о том, что мы собираемся вместе как община, как две семьи, как три семьи, не только для того, чтобы переработать ужасные чувства, но и для того, чтобы что-то вместе сделать, чтобы пришла какая-то вместе вот от нашей встречи возникла какая-то мощная надежда. Секунду, прошу прощения. Мощные силы надежды, и мы с вами это чувствовали не раз и не два, и на этой встрече я уже это тоже чувствую. Именно для этого я переработала вот эту вот презентацию в такой вот рабочий листочек. Вы получите эту презентацию в том виде, что вы можете изменять, вы можете принести ее в свою общину, поговорить, написать то, что вы хотите. Напишите, что не под нашим контролем. Напишите согласно этим трем уровням, трем точкам опоры, что под нашим контролем, как мы перерабатываем на нижайшем уровне вот эти тяжелые эмоции, как мы держим нормальную рутину и как мы остаемся людьми, людьми, которые умеют любить, помогать и собираться вместе. И сейчас я хочу, чтобы вы поучаствовали вот в этом небольшом таком вот опросе, интерактивной такой вот части. Мы с вами уже много лет говорим о восьми ценностях. Вся наша работа идет по восьми ценностям моментума. Пожалуйста, в ваших четах напишите номер от одного до трех вы можете использовать от одной до трех ценностей, которые вам сейчас очень-очень сильно помогают. Итак, эти ценности учеба и рост, мир и единство в доме, верность и доверие, человеческое достоинство, храбрость, вот это азудлик душа, храбрость делать то, что нужно, великодушие, щедрость, единство и взаимная ответственность, благодарность. Из этих восьми ценностей моментума, пожалуйста, ставьте от одной до трех цифр, что для вас очень-очень важно. Итак, появляются человеческое достоинство, великодушие и щедрость, единство и взаимная ответственность появляются постоянно. Пишите дальше, что вам в вашей общине, еще помогает. Окей, вы видите, снова появляется 4 и 7 постоянно, единство и взаимная ответственность и достоинство. Мы хотим возвращения, но мир и единство в доме это тоже очень-очень важно. Великодушие и щедрость основа всех наших добрых дел. да, видите, все это повторяется в 2, 6, 7, 7 повторяется все время. Единство и взаимная ответственность. Все, что происходит с нами сейчас, это действительно вопрос нашей с вами взаимной ответственности друг за друга. И мы все находимся вот в этой тяжелой ситуации балансирования между непредсказуемым потопом и тем, что мы выстраиваем внутри себя, то, что на иврите называется потрясающим словом хосен, внутренняя уверенность, внутренняя сила. И я вам одну минутку расскажу про одну израильскую маму, которой являюсь я сама. И как я сама, если вы думаете, что я супергерой и у меня значит всегда все устроено, это полное заблуждение, потому что я действительно на сегодня качаюсь между вот этими силами потопа и силами вот этих вот этого вот внутреннего внутренней уверенности. Мой сын находится в самых горячих точках, он был в одном из самых ужасных кибуцов от начала и до конца. У меня прямо стоит перед глазами вот этот вечер Симхат Тора, который значит он там плясал, всех заводил, потому что у нас община такая очень солидными людьми, пожилыми, вот это вот молодежь, было очень мало молодежи, но вот значит вот эти пляски, пляски, и вот это утро, когда вместо того, чтобы отправиться на продолжение Симхат Тора, он получает телефоны, тут же все собирается, тут же он уходит, мы практически ничего не знаем, где он, и самое главное, что мы знали только название кибуца, и на тот момент мы не знали, что там происходит, только потом, через три дня мы поняли, через что прошли эти солдаты, эти ребята, мне очень важно еще то, что он офицер, и мне на самом деле всегда страшно не только за него, но и за те решения, которые он принимает, потому что в его руках напрямую жизнь солдат, и у меня вот есть такой маленький брелок, его сделали в очень добрые, хорошие времена, замечательные родители, они помогают армии не только тогда, когда начинается война, даже армия постоянная, вот они сделали на окончании, когда эти солдаты под командованием моего сына закончили определенную программу подготовки для вот этих элитных войск, они там сделали им праздники, вот всем дали такой брелочек, где написано значит имя и все это, я держу его в руке, когда я молюсь, когда мне страшно, когда меня просто качает во все стороны, потому что мы действительно понимаем, что происходит со всеми этими солдатами, то, что я держу его в руке, дает мне ощущение, что я как бы своим материнским теплом грею его и всю эту его команду, тут написано Цевит Копо, команда Копо, он сделал обрезание нашей фамилии, Коп Ильович говорить долго, но я чувствую, что вот этой молитвой я держу как могу и его, и его команду, и все их подразделения, и всех наших солдат Израиля, присоединяйтесь к этим молитвам, в самый такой тяжелый момент, когда мы не понимали вообще, что там происходит с этими сводками, что на самом деле происходит там, я написала ему очень короткую строчку, вы сейчас стоите лицом к лицу с абсолютным злом, но имейте в виду, что за вами стоит абсолютная, абсолютная любовь, потому что все мамы Израиля, и те, у кого есть солдаты на фронте, и те, у кого нет непосредственно собственных сыновей на фронте, все мамы Израиля посылают и солдатам, и всем гражданским, кто в это возвеличены абсолютную любовь, потому что стоя перед глазами, перед абсолютным злом, они должны чувствовать, что в спину им дует наш ветер абсолютной любви, вот такая зломит. Мне сложно найти слова, спасибо большое, мы посылаем тебе много любви, много любви твоему сыну, и всем тем сыновьям, которые находятся сейчас в армии, спасибо большое, что вы с нами, да, даете в себе силы найти, дать сил другим людям. Я хочу на данный момент попросить Женю Гашинову, израильскую маму и участницу прошлогодней поездки, присоединиться к нам и рассказать немножко, представиться, рассказать немножко о себе, а также рассказать о особенной миссии, которая, Женя, ты занимаешься в данный момент в качестве офицера в резерве. Женя? Да, всем здравствуйте, трудно говорить, последние две недели доброе утро или добрый день, не на русском, меня зовут Женя, и в прошлом году я была участницей моментов для русскоговорящих мам, в этом году я должна была быть комьюнити-лидер с израильской стороны, мы готовили нашу команду, выбирали самых интересных русскоговорящих имам, и, к сожалению, пока что все наши планы складываются, вообще наша жизнь чуть-чуть сейчас остановилась, мы занимаемся сейчас самым главным. Я, мне 44 года, у меня сын 17 лет и дочка 6 лет, сын две недели уже дома сидит, нет образования, младшая хотя бы вернует, пытается в школу, в которых можно есть в домбоубежище возвращаться для детей, я живу между Хайфой и Тель-Авивом, в этом получается мы юг севера, север юга, у нас более-менее спокойно, это все относительно, пропорции вообще, это интересная вещь по жизни, я приехала из Днепропетровска в программе на ОЛЕ, 15 лет, за почти 30 лет в Израиле, в свое время приехала одна, и 29 лет в Израиле, 25 лет я служила в Израильской армии, в Завенноморском флоте, мастер логистики и по образованию, и по службе. Год назад, когда я вышла на армейскую пенсию, я подписала, что я продолжаю быть участником резервной службы армии, служи, что я понадоблюсь, и на протяжении года я работаю с проблемной молодежью, которой нету, или семьи, которых поддерживает, или не хватает каких-то данных, чтобы призваться. Я просто их сопровождаю, чтобы найти место каждому подростку в армии, потому что в Израиле мы верим, что армия это не только служить и охрана Израиля, это еще и определенная степень, ступень и образования, и продвижения по гражданскому в принципе нашему направлению, и каждый человек, который проходит израильскую армию, он становится более взрослым и самостоятельным, и поэтому мы очень стараемся, чтобы вся молодежь израиля прошла это в определенном темпе и подбираем под каждого определенный пункт. И когда началась война, помимо всех, то, что мы говорили, страхи наши, как мамы, наши друзья, я думаю, что нет ни одной израильской семьи, которой это не коснулось, и друзья, которые находятся на первой линии, и родственники друзей, которые погибли или находятся сейчас в руках Хамаса, и меня попросили присоединиться в резервную службу команды, которая была построена первый раз за существование Израиля, который находится на связи с семьями посвященных людей. Старалась и плакать, но тяжело. я уже вторую неделю сопровождаю семьи. Мы сопровождаем семьи, которым государство Израиля может сообщить, что да, родственник, несколько родственников, дети, родители, они официально заявлены пропавшими без вести. Чтобы это заявить, семье у нас должны быть определенные данные, которые говорят, что этот человек или убит, или похищен. Мы даже не можем пользоваться самим словом взят в залог, потому что это не взято в залог, их просто похитили из дома. есть по закону мы должны работать только с родственниками первой связи. Да, первый круг, я не знаю, если можно как-то шеломит меня поправить на русском, когда это или сын, или мама, или папа, или брат. Есть семьи, где просто нету этой первой связи, с которой можно разговаривать. И мы пытаемся одновременно попасть со всем родственникам, чтобы новости были, во-первых, всем вместе, не через телевидение, не через связи, интернет. И собираем информацию, чтобы понять, как дальше искать людей. На данный момент есть еще очень много людей, которым мы не сообщили о том, что они пропавшие безвести, потому что мы не можем найти никаких доказательств, ни туда, ни туда. Семьи говорят, что люди попали. Есть семьи, которые ждут, и они говорят, мы знаем, что человека убили, только дайте нам тело. Государство Израиль не может опознать тела, многие тела. Я не знаю, что вы слышали, что вы не слышали, но есть кучки костей, в которых непонятно, сколько людей там вместе находятся, и ДНК помогают на данный момент, это все берет намного больше времени с проверки. И мы люди, которые никогда этим не занимались, собрали всех офицеров выше ранга. Я майор, майор выше, и сказали, мы хотим людей, которые старше сорока лет, у которых есть какой-то жизненный опыт, какая-то интеллигенция, чувствительность, если можно так сказать, чтобы просто сопровождали эти семьи, потому что им нужен человек, с которым не могут говорить, чтобы он их представлял против всей этой бюрократии вокруг. Просто чтобы семьи сейчас не занимались звонками и проверять, есть ответ, нет ответа. Если что, мы сразу им сообщаем. Раз в пару дней мы к ним приходим. И были две семьи, к сожалению, что я должна было им сообщить как говорится тут горькие новости, что их родные были опознаны и мы сопровождали их потом на похоронах и на себя, когда сидят после похорон. Я вам хочу сказать, что армия умеет заниматься убитыми и взятыми в залог солдатами. Каждый солдат, который идет в армию, знает, что это его смену сейчас защищать Израиль и защищать израильский народ. На каждой базе у нас есть списки, кто находится, в какое время, где, в каком месте, в какой силе. И там намного меньше вопросов и меньше неизвестности. У гражданских лиц такого нету. Государство Израиль на данный момент не может дать ни ответ и поддержку семьям, пропавших в объекты. Поэтому армия решила, что она призывает нас, резервных, чтобы помочь в принципе государству Израиля вести этот процесс. После того, как человек опознан и из похороны семья переходит уже социальные государственные руки, которые могут сопровождать их по закону. Те, которые похищены, государство Израиль на данный момент не умеет поддерживать их семьи. Они не знают, как это делать в таких количествах. Поэтому еще идет сопровождение армии. Хотя мы понимаем, что это не одно и то же. Когда есть солдат, каждая израильская мама посылает сына в армию, она говорит, я три года не посплю. Когда гражданские семьи знают, что их дети поехали, танцевать на фестиваль любви и мира, никто об этом даже не думал. И с каждым днем рассказы, они, ну, не знаю, знаете, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Это реальность. В данный момент это реальность. Это реальность, которую никто даже, я вам говорю, как армейский человек, честно, с рукой на сердце. Мы в армии никогда об этом не говорили. о такой возможности. Мы знали, от кого мы должны защищаться. Мы знали, какие у нас силы. Что-то в армии изменилось в последний год, полтора. Мы стараемся сейчас никого не обвинять. Я знаю, что в армии находятся люди, которым важен Израиль. Они не находятся там из-за больших зарплат, потому что это небольшие зарплаты. Я сегодня на полсмены зарабатываю больше, чем зарабатывала в армии майора. И там люди, которые действительно они сионисты, они любят Израиль, и они верят, что они щит Израиля. Говорят, да, щит царя Давида. Армия это щит царя Давида, который должен охранять, сопровождать Израиль на протяжении всего существования. В принципе, это все про мою службу, которая подплюсывается ко всем моим страхам, ко всем моей заботе о всех близких, друзьях, знакомых, которые находятся сейчас в горячих точках. И помимо этого, я сейчас сопровождаю и центр сбора вещей для семей, которые сбежали слюга у нас в городе. И каждый раз придется мне свободное время от службы. Я развожу машины то, что надо. Пытаемся строить сеть комьюнити у нас в городе поддержки один на один. Есть мамы, которые обращаются с помощью, есть мамы, которые предлагают помощь. Мы просто их связываем, и мы больше их не проводим. Как только мы их связали, они друг другу помогают, или это помощь детьми, или это помощь просто с поддержкой отдельно один, потому что не всегда нужна организация, и мы просим, чтобы они друг с другом были на связи, и мы знаем, что там человек, который получил какую-то помощь. Женя, у меня вопрос к тебе. Откуда ты черпаешь силы для этой очень сложной должности, в которой ты сейчас находишься, для того, чтобы иметь силы поддержать других? Откуда у тебя берется ресурс? Я не знаю. Наверное, потому что я могу сейчас, потому что я понимаю, что это мое место. Иногда, вот как Шуламид сказал, если бы я могла куда-то спрятаться, укрыться, бежать, иногда об этом думаю, потому что у меня маленький ребенок дома. И это все вместе очень тяжело, не просто. То есть сейчас я говорила, я не буду плакать, я же могу удержаться. Нет, после Лезора Шуламид очень трудно удержаться, если накапывается. Силы в том, что, как я вначале сказала, все пропорции. Я по жизни волонтируюсь, потому что, не потому что я такая хорошая, я волонтировалась в самые черные свои дни, потому что мне надо было понять, что я вообще не в самом низу. Я знала, что если я могу кому-то помочь, значит, я еще в нормальном месте, потому что все пропорции, все относительно. И это меня тоже держит по жизни и с моими детьми, с которыми тоже иногда есть проблемы. я говорю так, все пропорции. Сейчас семьи, которые сопровождаю, я не могу себя даже представить на их месте. Я понимаю, что сейчас я могу их поддержать, просто так даже выслушать и снять с них бюрократию и лишний звонок. Я чувствую, что это мое призвание. Да, это мое. Я сейчас на правильном месте, потому что, да, я могу потом выплакать мишине, но я там для них, я прихожу в форме официально, я знаю, что они видят там ни человека, который может дать им ответы, даже если у меня их нет. Леня, скажи, зачастую люди, которые находятся вне Израиля, переживают события, которые в Израиле даже тяжелее, чем те, кто находится здесь, потому что у многих есть ощущение беспомощности, о том, что как мы можем быть полезны, когда мы не находимся здесь, если бы мы были в Израиле, обязательно нашли бы какой-то вариант молодежства, а так мы бессильны. Если у тебя какой-нибудь совет или может быть какой-то ответ, к которому ты пришла сама, как можно помочь, не находясь в Израиле? Я человек, который любит публики, выставлять посты, я очень люблю Израиль, я очень много путешествую и очень много выставляю про Израиль, про все хорошее Израиль. Последние две недели у меня в Facebook, Instagram, Telegram, они стали очень темными, к сожалению, потому что у нас не хватает пропаганды. Я всем своим друзьям во всем мире рассылаю материалы и я считаю, что это сейчас самая большая помощь. Да, я знаю ограничения, у меня есть друзья в России, у меня есть друзья на Украине, оказывается, в Канаде тоже цензура, которую я не знала. Но самая большая помощь это поддержать нас в пропаганде. это подписываться под постами, потому что знаете, у границ нет границ, враньё нельзя остановить, потому что можно ещё врать, ещё врать, ещё врать и набирать и набирать, а правда она ограниченная, правда вот ты сказал её как факт и больше там придумывать ничего не надо. И нам нужно просто рассылать факты, нам нужна правда всему миру это не война против Израиля, это война против Северства, это война против демократии и против Запада, это может превратиться в Третью мировую войну. Мы это всё понимаем, поэтому то, что сейчас самое важное, это просто выставлять всю правду и поддерживать Израиль как можно больше. как человек, как мать, еврейка, я выбрала жить в Израиле 20 лет, я отдала израильской армии, я знаю, что мы самая гуманная армия в мире, мы никогда первыми не атаковали, сначала создание страны Израиля никогда первыми не атаковали, мы армия охрана охраны Израиля защиты обороны защиты мы армия обороны Израиля не только обороны храняются ни первые никогда не храняются и очень важно, чтобы были эти факты мы не стреляем просто так сейчас по мирному населению мы всё время с первого дня просим пути на юг даже в Газе но нам надо прочистить Хамас Хамас это асид нам надо их просто убрать потому что сегодня это в Израиле завтра будет в другом месте нас это не оставит мы хотим вернуть уверенность мы хотим вернуть веру мы хотим вернуть в принципе жизнь всему израильскому народу не только тем что на границе они не должны быть живой границей и всё время останавливать террористов и уже 20 лет Израиль терпит то полетели шарики воздушные которые взрываются то ещё что-то то ещё что-то всё по мелочам и каждый раз мы отвечали очень удержанно то что произошло 7 октября в чёрную субботу это что-то что никогда и никакая страна в мире не допустила и не оставила бы без ответа но почему-то все говорят а давайте пропорции а какие пропорции найти музыкальный фестиваль которых никогда в жизни не будет найти женщин которые танцуют поют такого не будет служить в армии такого тоже не будет зайти убить их детей подругать им головы такого тоже не будет нам нужна в этом ваша помощь да нам нужна помощь кто может я видела тут уже была переписка перевезти деньги деньги идут не только солдатам сейчас деньги идут миллиону жителей севера и юга которые должны были идти в домах сейчас и они сейчас беженцы в своей стране которые ищут семья вчера которую мы встретили которые приехали к нам в город их дочка пошла в класс моей дочке мы встретили чтобы им помочь они говорят мы никогда не нуждались мы работаем у нас хороший дом но он сейчас весь обстрелян нам пытались эти террористы в городе здоров у нас весь дом в дырах возвращаться нам некуда и брать у кого-то помощь мы не можем мы к этому не привыкли мы не знаем как это делать мы им просто помогли мы принесли им помощь домой чтобы помочь людям даже морально перейти вот это чувство стыда и чувство стыда не должно сопровождать никого чтобы переживать это но поэтому деньги поддержка сообщение лайки самое базовое я знаю что если не до страха ставьте нам лайки поддерживайте кто может делать перепост делайте кто может в телеграм пересылать пересылайте чтобы мир услышал правду я небольшое тебя спасибо огромное настолько спасибо тебе за то что ты нашла время даже в процессе своей резервной службы присоединиться к нам поделиться своей личной историей несмотря на то что проговаривать ее и осознавать ее еще очень сложно даже тебе самой потому что мы находимся в ходе этого действия спасибо тебе Женя мы тебя очень любим мы тебя крепко обнимаем я знаю что то что ты делаешь это дает много сил другим семьям выстоять в этот период и я благодарна за то что без подготовки без да без четких каких-то профессиональных миссий которые были на тебя возложены в это время у тебя есть сила и храбрость эмоциональная стойкость для того чтобы поддержать других спасибо тебе мне кажется что именно это является самым красивым лицом нашей армии самым правильным ее голосом на данный момент спасибо за возможность сказать я я хочу немножко подвести итоги этому эфиру хотя подвести итоги очень сложно дело в том что мы в момент тоже когда мы задались вопросом чем мы можем помочь то безусловно одна из наших целей было предоставить просто площадку для сегодняшней встречи и я рада что все кто находится здесь выдержали эту тяжелую тему и непростой формат спасибо мы рады что вы с нами это поддерживает нас тоже мы также сделали небольшой ресурс первичный который мы поделили на тему в которых на самом деле нам кажется правильно оказывать поддержку другим в данный момент да у нас есть несколько идей по поводу того как можно оказать взаимоподдержку друг к другу какие источники они являются проверенными для публикации в соцсетях и какие дополнительные инструменты картинки ролики и так далее доступны на сегодняшний день на русском языке есть информация куда можно направить пожертвования как и внутри Израиля так и через российско-еврейский конгресс который предоставляет возможность быть донатом через российские кредитные карточки банковые системы и есть несколько ресурсов для родителей нам кажется что вот эти материалы на данный момент являются теми двумя тремя ценными идеями которые каждый из вас может взять поделиться с другими и может быть источником силы и поддержки для себя и для остальных перед тем как мы прекращаем этот эфир я хочу сказать от себя что лично я очень переосмотрела взгляды на слова поддержки да мне кажется что для многих из нас кто воспитан в русскоязычной среде слова часто являются недостаточно вескими да вот мой папа до сих пор говорит зачем зачем что-то говорить лучше там помоги материально лучше что-то сделай вот так вот мне кажется что для всех вас кто думает что нам кроме что Израилю нечем помочь если это не каким-то очень конкретным и большим делом то это не так написать сообщение вашим родственникам вашим близким тем мамам с которыми вы познакомились на момент это очень ценно сказать что мы с вами мы думаем о вас мы верим в победу мы молимся о вас это на самом деле то что мне в данный момент помогает больше всего поэтому у слов есть очень большая сила и пожалуйста используйте их тоже в этой ситуации и на на окончании твоего эфира я хотела познакомить вас с песней она родилась совсем недавно у известного исполнителя израильского который которого зовут Ханан Бенари дело в том что Ханан кроме того что он подаренный музыкант он как-то удивительно точно подбирает слова когда большинство из нас затрудняются их найти и совсем несколько дней тому назад он опубликовал песню называется Родина и уже успели перевести на русский язык да качество не идеальное но тем не менее мне кажется что это стоит того чтобы этой песней поделились сейчас я поставлю эту песню и параллельно сделаю две вещи во-первых прикреплю ресурс моментума который мы говорили для того чтобы он был у каждой из вас а во-вторых запущу небольшой опрос из трех вопросов просто для того чтобы понять насколько то что мы делали сегодня вместе вам было полезно нужно в данный момент и как еще мы можем быть полезны вам как еще моментум может поддержать вас и ваши общины в происходящем сегодня большое спасибо оставайтесь с нами и я надеюсь что мы с вами встретимся на дополнительном эфире может быть немножко другом духе и будем продолжать встречаться с вами вместе когда это каждый из нас настолько важно спасибо большое до встречи и и И я скидываю, давайте я скидываю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok